Зубы являются одной из самых ярких частей нашего лица, любого человека. Но нашу прекрасную половину человечества, наших женщин всегда интересует, как же может выглядеть их лицо еще лучше, как можно добиться меньшего количества морщинок, провисаний и хорошего тонуса кожи и лица в целом. Стоматологи на сегодняшний день умеют изменять прикус таким образом, чтобы костный остов или костные структуры нашего черепа, лицевого, они имели возможность получить больший тонус. И выполняется это на сегодняшний день благодаря современным технологиям достаточно быстро, легко, просто. Ну, к сожалению, пока еще не очень дешево, но зато с гарантированным результатом. То есть стоматолог во время приема и проведения специфических измерений и исследований имеет возможность изменить высоту прикуса и окклюзии, таким образом, чтобы лицо пациента выглядело моложе и симпатичней. В медицинском центре Галси мы применяем каткам технологии компании Сирона, а конкретно Сименс. Мы применяем 3D-сканеры для того, чтобы изготовить на каждый зуб отдельный винир или накладочку из цельнокерамических блоков и зафиксировать их на зубе. Таким образом, мы даем возможность зубам нашего пациента получить вторую молодость. Если они потертые или если они в течение жизнедеятельности получили какие-то повреждения в виде кариесов, трещин и так далее. Ведь современные технологии и применение безметалловых конструкций во рту нашего пациента позволяет заменить старую и уже изношенную эмаль зубов на новую, керамическую, более симпатичную и получить вторую молодость. Заодно применив концепт стоматологической косметологии, то есть увеличив высоту зубов жевательных и передних и отнять от паспортного возраста нашей пациентки хотя бы лет 5. Более детально это выглядит таким образом, что пациент при обращении к врачу-стоматологу должен пройти, во-первых, рентгенографию, для того, чтобы врач-стоматолог мог понимать, что происходит с зубами внутри челюстей. Это уже всем известный факт, который совершенно не вызывает никаких сомнений ни у пациентов, ни у врачей, потому что это необходимо провести. Следующее, что обязательно должно быть, это проведен обязательный фотопротокол. Это проведение группы фотографий на профессиональной технике, благодаря которым врач имеет возможность проанализировать не только состояние зубочелюстной системы, но и лица в целом. И спланировать в дальнейшем форму зубов, которая необходима данному лицу, для того, чтобы его улучшить или подчеркнуть что-то, как это, подчеркнуть хорошие стороны и спрятать негативные. Следующее, что применяется для стоматологической косметологии, это различные программные обеспечения, которые нам предоставляют наши IT-компании. Например, Digital Smile Design. То есть на Digital Smile Design мы имеем возможность прогнозировать, как будет выглядеть улыбка нашего пациента, создать виртуальный проект зубочелюстной системы нашего пациента. Следующее, что необходимо обязательно провести, это диагностику зубочелюстной системы в артикуляторе. Это наш специфический инструмент стоматологический, который обязательно участвует во всей нашей работе, когда мы имеем возможность в руках покрутить, повертеть зубы нашего пациента, конкретно гипсовое отображение этих зубов, и совершить все абсолютно жевательные движения, которые способен выдать наш пациент, уже увидеться со стороны, скажем так. И на этом измерении провести, например, восковое моделирование тех зубов, которые мы спланировали с помощью первых двух способов, а конкретно фотографии и Digital Smile Design. После чего изготавливается специальный отпечаток этого проекта воскового, который имеет возможность быть уже перенесен в рот нашему пациенту, на зубы еще не отпрепарированные, не тронутые бором специалиста, который позволяет нашему пациенту проходить около недели в этом проекте и почувствовать себя по-новому, и сказать специалисту, что нравится, что не нравится, для того, чтобы врач имел возможность скорректировать на постоянной работе уже, на постоянных реставрациях пожелания нашего пациента. Цвет, форма, удобно жевать, неудобно жевать, как себя ведут мышцы, как ведет себя улыбка и так далее. Кроме того, очень широкое применение в данной отрасли играет миография. Миограф – это современные аппараты, которые позволяют нам зафиксировать состояние жевательной мускулатуры, мимической и улыбательных мышц в том числе, для того, чтобы спрогнозировать, как быстро наш пациент сможет адаптироваться к новым зубам. На сегодняшний день привыкайте, должно звучать от врача-стоматолога, ну, наверное, не более чем две недели. Потому что через две недели хорошо отстроенные зубы должны быть уже полностью, как родные нашему пациенту, ему должно быть комфортно. И наши современные технологии сегодня это позволяют нам реализовать полностью, в полной мере на 100%. Поэтому миограф применяется до лечения, во время лечения и после лечения для настройки окончательной окклюзии. И тогда мы понимаем, что в течение нашего лечения пациент не будет жаловаться на какие-то непонятные боли в лице, что мышцам тяжело жевать, что что-то разжевывается, не разжевывается. Это полностью нивелируется этим способом. Также хочу отметить, что по завершению наращивания зубов или увеличение высоты жевательных зубов и передних зубов, полное привыкание и адаптация мышц лица происходит в течение 6 месяцев, не ранее. И я всегда рекомендую в своей практике моим пациенткам не прибегать к косметологическим процедурам глубже дермы во время проведения лечения, поскольку мы сегодня уже широко столкнулись с ботексами, с диспортами, различными филерами, силерами и так далее в лице у наших прекрасных дам. Но если мы говорим о том, что вследствие какой-то долго развивающейся патологии прикуса, стирания неверного прикуса или вредной привычки жевания на одну сторону, лицо получает ассимметрию, то есть он становится не одинаковым с обеих сторон. И наши косметологи решают эту проблему с помощью филеров, то есть наполняют недостающий объем мышц лица с помощью дополнительных гиауроновых кислот, и так далее, различных филеров. Я прошу этим не заниматься, поскольку мы заставим мышцы работать ровно и синхронно. Поэтому если есть не одинаковое количество каких-либо воздействий косметолога на лицо нашего пациента или нашей пациентки, то может развиться достаточно визуально некрасивая ассиметрия лица, но в противоположную сторону. Все это возможно по истечении половины года, 6-6 месяцев по завершении работы стоматолога. Все эти работы, они относятся к косметическим, и естественно, они не могут быть надежнее, чем родные зубы, которые были съедены или утрачены в течение жизнедеятельности. Это все-таки косметика, и она хрупка. Поэтому пациентам, которые, людям, которые прибегают к этим способам, нужно это учитывать, что это не новые зубы, они не выросли, они были утеряны вследствие каких-то болезней или каких-то повреждающих факторов. Это визуальное замещение того, что было утеряно. Да, это красиво, да, это функционально, да, по мере возможности мы стараемся это сделать очень надежно. Но более чем на 10 лет, к сожалению, говорить о том, что этого хватит, не приходится. Субтитры сделал DimaTorzok